Всем привет! Сегодня 952 день рождения города Минска. Он проходит каждую вторую субботу и воскресенье сентября. Я посмотрела в интернете. Как обычно, я думаю, для всех городов есть общегородская программа и районная. Мы отправимся на общегородскую программу. Там обещают, что будет город украшен национальную символику, что разные будут национальные песни, танцы, разные спасательные состязания, конкурсы, разные ремесла и тому подобное. Но завтра будет очень интересный фестиваль. Это Wargaming Fest. Это вообще считается семейный фестиваль. И сегодня он будет проходить, то есть не сегодня, а завтра, на родине World of TASS. Мы сейчас отправляемся в центр, посмотрим, что происходит в городе. Все будем вам показывать и рассказывать. В Минске открылась многофункциональная информативная остановка. Она занимает примерно 40 квадратных метров. Вы можете на ней зарядить телефон, вы можете словить там Wi-Fi. Также есть там интерактивная карта города, видеонаблюдение, терминалы, инфокиоски. И очень большой плюс этой остановки, что если на остановке есть инвалид, водителю автобуса приходит об этом оповещение. В Минске открылась. В Минске открылась. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если вы глушите ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 стоя в час в очереди мы получили свои хот-доги это просто ужас реально на футборте куча людей все очень-очень сильно голодные большущие очереди кошмар я вообще просто в шоке я бы наверное не пошла на футборке если быть дома целенаправленно ехала бы на этот фестиваль но так как мы с самого утра уже ходим по делам очень сильно хотим кушать и это вообще не выносим сейчас мы подходим к музею великой отечественной войны это самое большое хранилище реликвий в республике беларусь он очень огромный и красивый сейчас его увидите и 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 нам дали вот такую вот карточку фестиваля тут на самом деле очень большая зона с разными мероприятиями но что я хочу сказать в общем об этом фестивале как бы мы в танке не играем так что с нас танкисты как сказать не как ущи да если вы играете там ворву танц вы там приехали сюда своей команды или в одиночку для вас есть там какие-то состязательные игры вам это интересно круто вот мне допустим как обычному человеку ну я бы не сказала что у меня каких-то море впечатлений об этом фестивале куча народу несмотря на то что парк огроменный ты идешь как в каком-то муравейнике если ты хочешь перекусить тебе надо стоять очень большущие очереди фудкорти если ты хочешь куда-то пойти но особо-то и идти как бы так некуда да есть какие-то определенные зоны где можно полежать я видела такие две зоны но они уже заняты можно от яндекс такси бесплатно покататься на каком-то пароме пароходе но понятное дело там тоже большущая очередь да есть сцена где выступают артисты и белорусские артисты там 8 часов будет выступать группа звери мы уже не остались потому что мы очень сильно устали также есть небольшая ярмарка очень много как говорится пивнушек то есть люди пришли в парк посидеть попить пивка им в принципе все что там происходит неважно есть какая-то мозгобойня вот и я думаю что самое интересное это наверное вип зона для нее нужен какой-то входной билет мы об этом не знали поэтому наверное мы бы его как-то приобрели если это возможно или как-то бы его получили потому что я думаю там все в принципе и происходит вот так же что там было еще лип зона мозгобойня фудкорт ну в общем все это очень очень сильно разбросано по всему парку и людей просто ломится так что сходила бы я еще на фестиваль и какие-то у меня сложили супер позитивные эмоции после него не знаю но впечатление такое как бы я не впечатлена так что